танки, пушки и ЗРК, Азербайджан показал военную технику, конфискованную в Карабахе. Министерство обороны Азербайджана после проведения локальных антитеррористических мероприятий в регионе Нагорного Карабаха показало кадры разбитой военной техники непризнанной республики и представило список конфискованного вооружения и боеприпасов, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на Минобороны Азербайджана. В оборонном ведомстве страны отметили, что деятельность по разоружению незаконных вооруженных формирований в регионе Карабаха продолжается, представляем список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных до 23 сентября, после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, указывается в заявлении, в данном списке представлены тяжелая военная техника, артиллерия, система противовоздушной обороны, стрелковое оружие, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, мины и взрывчатка, боеприпасы и прочее, всего в перечне 20 наименований и типов вооружения, а именно, танк 4 ЕД, БМП 1 ЕД, МТЛ БЗГ 23-х, застава, 3 ЕД, пушка 2 ЕД, гаубица 12 ЕД, миномет 12 ЕД, мина 468 ЕД, заряд для мины 956 ЕД, минометный снаряд 441 ЕД, гранатомет 22 ЕД, гранатометный снаряд 46 ЕД, стрелковое оружие 313 ЕД, патрон 66242 ЕД, ракета 50 ЕД, взрывчатка 300 ЕД, ручная граната 62 ЕД, ПТРК, ФАГОТ, 3 ЕД, ЗРК 28 ЕД, транспортно-загрузочная машина, ТЗМ, на базе ЗИЛ-1 ЕД, ЗРК ТОР-М2 на шасси КАМАЗа-1 ЕД, операция ВС Азербайджана в Нагорном Карабахе. Напомним, что 19 сентября Азербайджан объявил о начале, антитеррористических мер локального характера, в Нагорном Карабахе. Перед этим были обвинения Баку в адрес Армении, в организации теракта и гибели военных, при этом в Карабахском регионе сообщили, что российские «миротворцы» убежали после начала операции ВС Азербайджана. А премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна не участвует в военных действиях. Уже на следующий день президент Азербайджана Эльхам Алиев заявил о возобновлении суверенитета страны и достижении поставленных целей в Нагорном Карабахе. Больше о военных действиях и ситуации вокруг Карабаха можно узнать в материале РБК Украина. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.